Что тебе необходимо знать для того, чтобы продавать на Яндекс.Маркет больше, чем твои конкуренты? Четыре главных пункта, которые помогут тебе прямо сейчас немного увеличить твои продажи, а для многих сыграют решающую роль в продвижении их товара. Сейчас будем во всем подробно разбираться. Меня зовут Рома Райт. На этом канале я рассказываю про маркетплейсы. Поехали! И про первый пункт когда-то я даже снимал отдельное видео. Но оно было про другой маркетплейс. И звучало оно так. Когда ты объединяешь свои карточки в одну, у тебя действительно гораздо лучше получается и конверсия, и гораздо меньше рекламные расходы. О чем я говорю? Давай посмотрим на вот такую Яндекс.Алису. У нее 67-68 тысяч отзывов, оценок. Ну, ты видишь, сколько здесь объединений? И как именно они сделаны? То есть здесь есть объединение по цветам, здесь есть объединение по подпискам и прочего. Но у тебя, понятное дело, не будет Яндекс.Алиса, но никто не мешает тебе купить товар в нескольких цветах. И я несколько раз в своих магазинах смотрел на то, как это работает. И, например, как мы сейчас торгуем на других маркетплейсах, и совсем скоро начнем на Яндекс.Маркете, мы заводим один товар с основным цветом, делаем на него скидку и продвижение. А остальные цвета, условно какие-нибудь там зеленый, желтый и так далее, мы практически не трогаем. То есть у них, как был ценник там на 20% больше, чем у основного цвета, так и остается. У них нету продвижения, а все заказы идут только с вот такого объединения. Тем самым получается снизить ДРР общей карточки, если брать всех вместе, на примерно процентов 20, а соответственно у тебя просто товары продают сами по себе, тебе их даже не нужно практически контролировать. Что в целом и так практически всегда работает с Яндекс.Маркетом. Но на самом деле, если начнешь продавать на Яндекс.Маркете прямо сейчас, то тебе также абсолютно не нужно будет тратить деньги на рекламу. Потому что Яндекс.Маркет подарит тебе 10 тысяч рублей, если при регистрации ты ведешь этот промокод, либо зарегистрируешься по моей ссылке в описании. Простая регистрация и 10 тысяч рублей на счету у тебя. Соответственно, за месяц рекламы, возможно, ты даже не потратишь ничего. А это поможет тебе гораздо лучше понять Яндекс.Маркет, понять его особенности и понять для себя правильную стратегию работать с маркетплейсом, при этом не теряя свой личный бюджет и уходя в плюс. Для этого простая регистрация, простой старт работы, а на этом канале я уже сделал не одно видео про то, как начать на Яндекс.Маркете. И показываю тебе в прямом эфире, как это делаю я сам. Регистрируйся по ссылкам в описании. А теперь давай переходить к следующему пункту. И следующее, немаловажное, это стабильные остатки на складах. Ведь многие недооценивают силу аутовстока. И на Яндекс.Маркете он также играет свою роль в продвижении товара. Что это такое? Давай представим, что ты закупил партию из 100 единиц товара. А мы, допустим, на Яндекс.Маркет одновременно много не отгружаем, потому что стоимость хранения немного выше, чем у других маркетплейсов. Ну и что самое важное, оборачиваемость она немного меньше, и поэтому проще гораздо отгружать понемногу, но знать то, что вот точно успеет дойти. И допустим, ты отгрузил партию из 100 штук. Яндекс.Маркет закинул тебя в топ категории. Твоя карточка показывалась там, шли добавления в корзину и все остальное. Но твой товар закончился, и ты не успел его подвезти. Вот как думаешь, какому-либо маркетплейсу будет выгодно все эти добавления в корзину, потенциальные покупки и прочее потерять? Гораздо проще продвигать ту карточку, которая никогда не уходит в аутовсток, с которой зарабатывает и маркетплейс, и продавец, и все уверены в друге, и все уверены в том, что чистая прибыль с обоих сторон будет больше. Это я тебе, конечно, рассказываю такую очень распространенную теорию, но по сути практически так все и есть. И если ты будешь поддерживать стабильные остатки на складах Яндекс.Маркета в текущей ситуации, то тогда 100% у тебя будет гораздо лучше с продажами. Ну, несмотря на то, что продажи у тебя, конечно же, будет больше, просто потому что у тебя товар стабильно будет оставаться, и не будет ситуации, когда люди добавили в корзину, или, возможно, какое-то время хотели бы его купить, и могли бы его купить, но у тебя он просто не продавался. И следующее, про что многие забывают, но что достаточно хорошо именно прокачивать карточку на старте, если продаж у тебя нет, и категория достаточно большая. Здесь бывает несколько вариантов. Мне, например, хватило буста продаж. Я вот полками никогда еще не пользовался, но из того, что я успел за это время изучить, именно полки по аналогии, допустим, с трафаретами на Озон, только трафареты на Озон это основной инструмент, а полки здесь не являются основным инструментом. Все-таки на Яндекс.Маркете основной рекламный инструмент это буст продаж, а полки помогут тебе в нештатных ситуациях. И одна из нештатных ситуаций, вот ты зашел в достаточно большую категорию, и у тебя там вообще нет продаж, уже две недели продаешься, и все по нулям. В такой ситуации помогут полки. Ты можешь здесь просто нажать запустить компанию, и в отличие, допустим, от Озон, где также есть брендовая полка, только здесь она чуть по-другому называется, здесь ты можешь запустить всего один товар. Давай мы посмотрим. Здесь у нас взаиморасчет либо оплаты своего счета, но у меня такого нету, поэтому идем дальше. У нас здесь есть формат и блок, и это самое интересное. У нас могут быть товары и баннер, но, допустим, у нас нету столько товаров в одной категории, что чаще всего бывает, и у меня такая же ситуация. Поэтому мы можем выбрать только товары, здесь, как ты видишь, может быть три штуки всего, и это круто, но самое крутое не это. У меня вот сейчас на Яндекс.Маркете по одному товару в категории. И в целом, даже когда я закупаю много товаров в категории, они обычно для разных вещей, и не очень совпадают вместе. Но если бы мне нужно было очень сильно прокачать мою карточку, я бы мог сделать это и правда через полки. Выбираешь здесь товар с видео, вот так вот выглядит. Берешь симпатичное видео с, допустим, с сайта китайского поставщика, улучшаешь его качество в нейросети, платишь тысячу рублей к монтажу Ормошен за то, чтобы он это сделал, либо приходишь к нам в агентство, где мы все сделаем очень красиво и очень стильно. Вот тебе пример нашей видеоинфографики. И, соответственно, по итогу получаешь вот такую вот карточку, которая показывается в Яндекс.Маркете. Она на 100% заметна, ты 100% получаешь с ней продажи. Ну и да, конечно же, у тебя ДРР здесь будет больше. Это и так понятно, потому что у тебя ставка за тысячу показов. Ну, допустим, ты даже 100 рублей назначишь и 1000 рублей, но в любом случае ставка тебе нужна будет гораздо больше. И, соответственно, это тот инструмент, который позволит тебе действительно увеличить прибыль, но увеличить ЭДРР. Поэтому им нужно уметь пользоваться, нужно правильно оформить карточки, нужно иметь конкурентную цену. Ну, а это наш как раз следующий пункт. Ведь многие думают, что если они дороже продают, то значит они больше зарабатывают в чистой прибыли. Но работает все немного не так. Давай по-простому. Допустим, на Яндекс.Маркете есть прям в рекламе стратегия ценообразования и индекс цен, такой же, как и на Азон, например. И если мы на Яндекс.Маркете продаем товар за 600 рублей, то он будет продаваться условно с 20% ДРР, будет отлично. Если мы поставим ценник 400 рублей и поставим ДРР 10%, то у нас, возможно, будет кратно больше продаж, соответственно, мы заработаем больше. И самое главное, что очень часто бывает такое, что когда ты начинаешь тратить на рекламу меньше денег, то чистой прибыли и маржинальность у тебя меньше не становится. Потому что у тебя товар по цене действительно упал, ну и затрат на рекламу упали. А когда ты уменьшаешь ценник на товар, у тебя падает еще много что. Как минимум, у тебя спадает комиссия, немного дешевле логистика в некоторых случаях и так далее. Здесь у тебя много чего становится дешевле. А, соответственно, это для тебя будет также очень и очень выгодно. Поэтому помни об этих четырех пунктах, когда будешь заходить на Яндекс.Маркет, регистрируйся обязательно по промокоду ниже, чтобы получить свои 10 тысяч рублей на то, чтобы выйти на Яндекс.Маркет. А также не забудь подписаться на меня в Телеграм. Каждый день публикую крутую информацию о маркетплейсах, рассказываю, как я сам торгую и помимо этого делись своими скатами и лайфхаками. Все ссылки также доступны в описании и по подсказке на экране. А пока что посмотри мое прошлое видео. Доступно вот здесь вот. И увидимся уже завтра. Пока!